Отпуск на Черном море под вопросом. В Сочи после сильных дождей выходят реки из берегов, а людей предупреждают о возможной эвакуации. Об этом не только через несколько минут. Вы смотрите Давича в студии Екатерина Зубарева. Здравствуйте. Прививка есть, а сертификата нет. Семейная пара из Кирова не может получить доказательства того, что она прошла вакцинацию. Что делать в такой ситуации? 14% кировчан живут за чертой бедности. В России составлен очередной рейтинг доходов населения. Жители каких регионов считают копейки, а где зарплаты самые высокие. Покупаешь товар в официальном интернет-магазине, а с карты списывают все деньги. Или приобретаешь косметику, а она поддельная. Расскажем об опасностях онлайн-шопинга. В Кирове дети все чаще попадают в больницу из-за ожогов борщевиком. Только за последнюю неделю трое пострадавших. Лебеди, заборы и клумбы старых автомобильных покрышек, теперь вне закона. В стране вступили в силу новые стандарты. Нарушителям грозят штрафы. Три человека погибли, 15 получили травмы. Это итоги ДТП, которые произошли на дорогах Кировской области в выходные. В регионе случилось 13 серьезных аварий. В Куменском районе на повороте на Вожголы столкнулись автомобиль Шкода и мотоцикл Ямаха. Оба водителя погибли. В Верхнекамском районе ВАЗ-12 модели съехал с дороги и перевернулся. Водитель погиб, пассажир получил травмы. В Юрьянском районе на третьем километре трассы Вятка столкнулись три машины – Солярис, Шкода, Октавия и МАЗ. В результате получили травмы водитель и пассажир Хюндая. Из-за аварии на въезде в город образовалась пробка, а в Свичинском районе столкнулись сразу три машины, причем две из них – фуры. Между ними оказалась зажата Лада Гранта. Ее водитель и пассажир получили травмы. Сотрудники госавтоинспекции Кировской области за выходные дни пресекли 1797 нарушений правил дорожного движения. В том числе были задержаны 42 водителя, управлявшие транспортом в состоянии опьянения или отказавшиеся от прохождения медосвидетельствования. 42 водителя, не имеющих или лишенных права управления. Вакцинироваться, вакцинироваться, а потом еще ревакцинироваться – таковы рекомендации Минздрава. Его специалисты утвердили порядок еще одного введения препарата от коронавируса. Итак, после полной в случае со спутником ВИД двойной вакцинации укол необходимо повторять через шесть месяцев в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации, как сейчас, например. В дальнейшем ревакцинация может проводиться один раз в год. Однако для этого нужно, чтобы привитыми были не менее 60% взрослого населения. В рекомендациях также прописано – прививку можно делать вне зависимости от наличия и количества антител. Так что тест перед этим делать не нужно. В Москве для ревакцинации используется в том числе особая вакцина «Спутник Лайт». В Кирове ее нет. У нас прививают обычным спутником ВИД во всех пунктах вакцинации. Правда, многие об этом не знают. Впервые я слышу. Пока не знаю. Еще не вакцинировались. Прививки я сделала. Насчет ревакцинации я не знаю. Понятия не имею. Я еще вакцинацию не сделала. Рисковать не будем. Будем второй раз прививаться. Нет. Не слышала и не собираюсь. Будем? Надо, надо. Не знаю. Не решил пока. А слышали вообще об этом? Впервые от вас. А вот семейная пара из Кирова столкнулась с неожиданной проблемой. Супруги сделали прививку, а получить сертификат не могут. Они обратились в нашу редакцию. Пенсионеры не понимают, как получить подтверждение о вакцинации без интернета. Супруги Печенкины собрались в Санкт-Петербург навестить сына. Слышали, что в музее и в заведении общепита сейчас без QR-кода о пройденной вакцинации могут не пустить. Кроме того, в сентябре хотят пройти ревакцинацию, но доказать, что они вакцинированные, эти кировчане не могут. У пары нет ни домашнего, ни мобильного интернета, поэтому зайти на портал госуслуги нет возможности. Данные о вакцинации медучреждения отправляют именно туда. Обратились в многофункциональный центр, но и там решить проблему пенсионеров не смогли. Мы приходим в МФЦ, там говорят, что только через интернет. У нас интернета нет и не будет. Какой нам интернет, нам по 75 лет почти это самое. И вот мы тогда, говорят, ничего не знаем. И мы сейчас в тупике не знаем, где чего. В Министерстве цифровых технологий Кировской области признают, что без доступа к порталу госуслуги россияне сейчас ограничены в своих возможностях. В МФЦ могут помочь на гостевых компьютерах создать личный кабинет на портале, но распечатать сертификаты вакцинации там не получится. Так устроена система. Более того, если гражданин вакцинировался до создания личного кабинета, необходимо будет вернуться в медучреждение, где делали прививку, и сообщить о том, что личный кабинет теперь на госуслугах есть. Медики вновь отправят данные на портал. Далее подробная информация о том, как получить сертификат о вакцинации. Людям, пожилым, людям, я бы, особенно те, кто планирует поездки, лечение, санаторные, там, медицинское какие-то обслуживание, необходимо все-таки заранее зарегистрироваться на портале госуслуг до прохождения, в том числе и вакцинации. Когда вы прошли вакцинацию, здесь все просто, данные передаются медицинской организации, которая вас вакцинирована, специальный регистр вакцинированных, он взаимодействует с порталом госуслуг, и на портале госуслуг уже информация обновляется. Скорость зависит от передачи данных о вакцинированных той медицинской организации, где вы проходили прививку. Как правило, в течение суток они эти данные уже в регистр загружают, и порядка одного-двух дней идет обновление данных, и уже сертификат в вашем личном кабинете появляется. Вот я проходил это в течение двух дней, и у меня все данные уже были мне доступны. Где можно подтвердить свою учетную запись на портале госуслуг? Онлайн-мошенники не дремлют. Они придумали новый способ кражи денег при покупке товаров и услуг через интернет. Они подделывают страницу оплаты, причем отличить поддельную платформу от настоящей практически невозможно. Продается в интернете и много поддельных товаров, и здесь возникает масса вопросов. Как отличить подделку от оригинала, и что делать, если вы уже купили фальшивый товар? В теме разбиралась Ульяна Ездакова. Ульяна, тебе самой приходилось сталкиваться с мошенничеством при онлайн-покупках? Катя, ты знаешь, я небольшой любитель онлайн-шоппинга, но все-таки иногда заказывал какой-то товар, и слава богу, у меня обходила вся эта история стороной. Но неприятная история случилась с нашей с тобой общей знакомой, я думаю, ты в курсе. Ольга Гример недавно купила пудру, говорит, что повелась на низкую цену. Так, в официальном сайте он стоит полторы тысячи, это пудра, а она купила ее за 600 рублей. Но вот оказалось, что товар поддельный. А как она поняла, что поддельная пудра? Знаешь, она стала догадываться еще на стадии, когда получала товар в пункте выдачи, собственно говоря, самих товаров. Говорит, даже упаковка выглядела подозрительно. Обычный пакет без твердой картонной коробки. Товар был завернут в пузырьковую пленку. Красная коробочка, внутри которой находилась пудра, не выглядела герметичной. А уж когда Ольга достала из нее косметику, сомнений в поддельности товара не осталось. Сама пудра по себе, футляр очень легкий, подозрительно. Открываю зеркало, поцарапано, тут сломано. Сама вот эта штучка, вид в ней дешевый, и пудра блестит. Сравнила с девочками, качество, конечно, отличается. Видно, что это вообще подделка. Ну, вообще, конечно, Катя, это частный случай. Я решила расширить географию и спросила у кировчан, нарывались ли они когда-нибудь на подделке в интернете. Большинство сказали, что нет. Повезло, видимо. Давай послушаем. Игрошки покупаем, одежду покупаем, обувь покупаем. Оплачиваем, если нравится. Все нормально, претензий нет. Ну, часто бывает, если заказываешь из другого города какой-то товар, просят перевезти деньги и отправить посылкой. Деньги уходят, посылки нет. Покупал несколько особовок. С Алиэкспресса, с Азона, с Валдбиреса. Не рад. Все хорошо, все подходит. Только для работы заказываем. Все приходит. Оригинал. Вот интересно, если человек все-таки купил контрафакт, то как в такой ситуации отстоять свои интересы? Вот если в случае с солей, насколько я знаю, косметика – это невозвратный товар. Так и есть. Поэтому человеку нужно обязательно доказать покупателю, что товар был именно ненадлежащего качества. В случае с солей ей нужно прежде всего написать претензию. Причем написать эту претензию можно как поставщику, так и производителю, так и импортеру, и тому, кому, собственно говоря, принадлежит эта интернет-платформа. Те, в свою очередь, обязаны по закону провести экспертизу товара. Правда, делают они это не всегда, рассказал юрист Михаил Мартынов. Анализ дорогой – от 50 тысяч рублей. Подать в суть покупатель, конечно, может, и не дождавшись результатов экспертизы. Но тут уже как в лотерее. Выиграешь – вернуть деньги. Нет – придется оплачивать все расходы. У крупных организаций не секрет, что есть эксперты не то чтобы подкупные, но которые лояльны. И вопрос в том, как обоснует свое заключение эксперт. Он сочтет это существенным, например, отступлением, либо сочтет, что это в пределах допуска. И тогда потребитель может проиграть, и ему стоимость экспертизы придется выплачивать. Ну и чтобы не тратить, мне кажется, время и деньги на эти бесконечные разборки, лучше изначально не покупать контрафакт. Вот ты, Катя, знаешь, как отличить подделку от оригинала? Ну, может быть, нужно обратить внимание на стоимость товара? Ну, вот ты права. Первое, что нужно сделать – это обратить внимание на стоимость товара. Если она заведомо намного ниже, чем у оригинала, соответственно, скорее всего, это подделка. Второй признак – отсутствие оригинальной упаковки. Как она должна выглядеть, также можно изучить на официальной страничке производителя. Кроме того, у товара должны быть сопроводительные документы. И неважно, покупаешь ты его онлайн или в обычном магазине у дома. Как минимум, сертификат качества должен быть. Товаро-транспортный, сопроводительный документ. И, скажем так, четвертым основным признаком – это низкое качество изготовления и исполнения товара. То есть срок службы там может исцеляться несколькими днями или несколькими месяцами. Кстати, за подделку товара мошенникам придется отвечать перед законом. Если мошенник – это обычное физическое лицо, то тут штрафы стартуют от 10 тысяч рублей. Если юридическая или организация – от 100 тысяч рублей. Но если сумма контрафактного товара будет больше 250 тысяч рублей, то тут уже мошенникам светит уголовное дело. Спасибо, Ульяна. Надеюсь, что наши зрители воспользуются твоими советами и не попадутся на удочку мошенников. Спасибо, Ульяна. Но это лучше, чем, к примеру, в Мариэл, в Крыму или в республике Тыва. В последней треть жителей зарабатывают меньше прожиточного минимума. А вот жителям Сочи сегодня не до подсчета финансов. Город готовится к эвакуации. Власти призвали жителей собрать вещи на случай, если водоемы в нескольких районах выйдут из берегов. Из-за продолжительных дождей уровень воды в реках в Адлеровском и Хостинском районах подошел к критической отметке. По официальным данным, в городе включены системы оповещения. Людей информируют о возможных подтоплениях и эвакуации. Сейчас в Адлере находится наша коллега Ирина Никулина. Она весь день гуляла по городу, при этом спасателей не встретила. Также никакой информации об эвакуации не поступало, но ситуация сложная. Говорит, местные жители в шоке, подсчитывают убытки и занимаются ремонтом. А отдыхающие все же надеются на хорошую погоду. Сейчас в Сочи такая же температура, как у нас – 23 градуса. Море очень грязное, неспокойное. По оценкам местных, еще, наверное, 3-4 дня точно купаться в море будет невозможно. Набережная такая пустынная. Сегодня там в основном только собственники вот этих вот палаток, прибрежных, кафе. Они прибираются и занимаются ремонтом, потому что очень много снесло шезлонгов, палаток. Как она обычно выглядит, эта речка? Маленькая речка. Даже лековые проезжают. А давно она так разлилась? Вчера. За ночь получается, да? Вчера же ездили. А вообще страшно было вчера? Грозы, ураганы? Мы успели приехать. Ушла эпоха. Лебеди и другие арт-объекты из автомобильных покрышек теперь под запретом. Нарушителей будут штрафовать. Об этом и не только. Во второй части нашего выпуска не переключайтесь. Это «Давича» и мы продолжаем. В Кировской области увеличилось количество детей с ожогами соком борщевика. Только за минувшую неделю в стационар детской областной больницы госпитализировали троих мальчиков 7-8 лет. У одного из детей ожоги 35% тела. Борщевик – растение ядовитое, напоминают специалисты. Прежде всего опасен сок сорняка. Вещества в его составе, попадая на кожу и взаимодействие с ультрафиолетом, вызывают тяжелейший солнечный ожог с многочисленными волдырями. Кроме того, ядовитыми являются пыльца, роса и даже запах борщевика. Опасен ожог еще и тем, что может проявиться не сразу. А небольшое покраснение на коже родители могут не заметить. После контакта с борщевиком нужно срочно обратиться в больницу. Заниматься самолечением врачи не советуют. Нет сил терпеть. В соцсетях кировчане опять жалуются. И не только на заросли борщевика. Еще на недоступные общественные туалеты и даже на дождливые выходные. Непогода лишила жителей не только прогулки по городу, но и передвижения по собственному двору, как это случилось в Слободе-Лосево-1. Что еще беспокоит кировчан в материале Зои Попцовой. Очередные дожди напомнили кировчанам, что наш город, похоже, не приспособлен к разного рода погодным ненастьям. Вот, например, на улице Ленина ливни размыли брусчатку. И здесь самое главное – не зевай и смотри под ноги. Раскрошилось и может быть опасно. И речь сейчас о лестнице, что у торгового центра Баска. Здесь торчит арматура, бетон раскрошился, но о безопасности людей все-таки подумали. В случае падения здесь можно будет схватиться за относительно новые поручни. Ну, бардак полный. Безобразная, конечно. Если подбирать слова. Ноги можно поломать. Это просто отвратительно. Безобразие тоже. Я не хочу больше ни о чем говорить. Да, более-менее. Зимой будет хуже. Надо отремонтировать. Примета городского лета – жужжащие газонокосилки и на лысо выстраженные дворы – касаются далеко не всех территорий в Кирове. Вот, например, на Чернышевского 35 – вот такие заросли сорной травы. А содержать придомовую территорию в нормальном состоянии должна либо управляющая компания, либо специальная организация, которая нанимает ТСЖ. Вот такое благоустройство под ноль на улице Романа Ердикова, 14. Местные жители пожаловались в соцсетях на то, что люди без спецтехники и без опознавательных знаков спилили деревья. Но на самом деле оказалось все немного иначе. Это была запланирована работа домом 14, но это сделали работу за нас, вот именно кафе «Дерево». Оно было аварийно частично, и мы этим вопросом уже занимались последние 2-3 дня. Для вас дежурили по городу Зоя Попцова и Александр Нестеров. Бюро новостей Давича. 62 миллиона рублей – это долги по заработной плате в Кировской области. Причем часть работодателей находится в процедуре банкротства, а значит задолженность работникам выплатят с большой задержкой или не выплатят вообще. За невыплату зарплаты в срок недобросовестный работодатель отвечает перед работником и государством, напоминает в трудовой инспекции. Недобросовестному руководителю грозит штраф до 50 тысяч рублей и приостановление деятельности организации. Если зарплата задерживается более чем на 2 месяца, работодателю грозит уголовное преследование. А вот взыскать и заработную плату, и компенсацию за просрочку, и моральный вред работнику поможет только суд. Как правило, на наши запросы фактически-то ответы не идут. Потому что работодатели зачастую находятся не по адресу местонахождения. И в этом случае надзорно-контрольное мероприятие увеличивается по срокам, по времени. Может до полутора-двух месяцев проходить с продлением. Обращение в суд ускорит, наверное, разрешение ситуации. Тем более, что в данном случае можно говорить и о возмещении морального вреда или физического вреда. Внимание ценителям лебедей, заборов и клумб из покрышек. Такое благоустройство может обернуться штрафами, поскольку противоречит законодательству об отходах и потреблении. За цветочную клумбу из старой шины владелец земельного участка может заплатить одну тысячу рублей. Юрлицо – до 250 тысяч. Чем опасны покрышки и как правильно утилизировать такие отходы, расскажет Наталья Бакирина. То ли забор, то ли часть детской площадки. Эти покрышки во дворе на красных курсантов Мурыгина стоят больше 40 лет. Жильцы их давно не замечают. Они нам не мешают. Тут ребята играют. Зато мешают 15-летнему Данилу Макарову. Юноша написал обращение в управляющую компанию с просьбой убрать покрышки. Переживает за экологию и красоту своего двора. Покрышки выглядят достаточно неаккуратно, грязно и только портят общий вид дома. В основном ставят в местные жители, так как администрация не занимается благоустройством этой территории и сами пытаются как-то делать из подручных средств. Если бы только здесь, старые шины в Мурыгина на каждом шагу. Из них делают клумбы и заборы. Они стоят годами, а то и десятилетиями. Но теперь за такую уличную вазу предусмотрен штраф. От тысячи до двух для собственников земли, для юрлиц до 250 тысяч. Что-нибудь придумают. Что-нибудь для людей бы лучше придумали, получше. А не людей штрафовать, которые там облагораживают. Штрафовать. Это мы все умеем штрафовать. Доздирать людей с народа деньги. Многим старые шины не мешают, а скорее наоборот. Но Данил настойчив в намерении выкопать колеса со своего двора и идет в управляющую компанию за ответом на вопрос «Когда?». Чтобы ответить на какой-либо вопрос по существу, нужно его изучить. Если я вам сейчас скажу «Да, я вот завтра уберу покрышки, а по факту я этого не сделаю или не смогу сделать, я буду не права. Так ведь так?». То есть, чтобы мне объективно ответить на заданный вопрос, я должна изучить документы. Шины относятся к отходам четвертого класса опасностей. Могут разлагаться до 130 лет, говорят экологи. Делают их, используя в качестве соединений формальдегиды. А они вредны и для природы, и для человека. Если это соприкасается, например, с почвой, в которой выращиваются, например, огурцы, то, конечно, корни растений могут повзаимодействовать с этими веществами и каким-то образом в себя вобрать, то есть, получается, в плоды. Или с водой, например. Если водоем сделан из покрышек, а, например, там купаются детки маленькие, то это тоже может быть не очень безопасно на самом деле. Штрафы за покрышки есть, но если из них делают, например, лебедей, то это уже и не покрышки. И отходами они перестают быть. А значит, наказания за такое благоустройство нет. С того момента, когда эта покрышка преобразована в малую архитектурную форму, из нее там выложена какая-то фигура, там вырезан какой-нибудь, не знаю, там лебедь, сделана клумба и так далее, отходом перестает быть. Если у вас есть старые шины, и они лежат во дворе или на приусадебном участке, их можно утилизировать, но не в мусорный контейнер. Старые покрышки нужно отвезти на переработку на спецпредприятия. Шины примут не просто так, а за деньги. Но заплатит в этом случае не компания по переработке, а сам хозяин старых шин. Наталья Бакирин, Александр Брызгалов, Бюро новостей Довича. Оперативно следить за новостями города и области можно также в наших социальных сетях. Также вы можете присылать свои видео и новости по номеру телефона, которые видите на экране. На сегодня все. В студии работала Екатерина Зубарева. Всего доброго и до свидания. В Кирове прошла конференция партии «Справедливая Россия» за правду. Одной из главных задач партийцев был отбор кандидатов в законодательное собрание Кировской области и районные думы. Всего в региональный парламент от партии баллотируется 56 человек. Список возглавляет три человека. Лидером списка стала главный врач Кировской инфекционной больницы Олеся Редькина. Когда мне поступило предложение выдвинуть свою кандидатуру на выборы, я тщательно обдумывала это решение, взвешивала все плюсы и возможные минусы, так как это оппозиционная партия. Однако, понимая всю ответственность этого шага, я все-таки приняла это предложение. Вторая в списке Татьяна Платунова, представитель Совета директоров Кировского молочного комбината. Замыкает тройку лидеров предприниматель Константин Русских. В партии также планируют вести активную работу на избирательных участках в день голосования. О том, как партия будет контролировать ход голосования, рассказал депутат Госдумы Вадим Белоусов. Мы решили, что максимально выставим наблюдателей по всем участкам. Сейчас будем набирать людей, будем их учить. Надеюсь, что мы сумеем договориться с другими партиями оппозиционными, чтобы совместно контролировать эти участки. Мы надеемся максимально закрыть все участки, чтобы оследить, чтобы голосование было правильное, без эксцессов. Отметим, что выборы в ЗАГС Собрании и Госдуму назначены на 19 сентября. Продолжение следует...